Всем привет, дорогие друзья! Начинаем новый влог. Сейчас его начну с подарочка для Дашеньки. У кого детки смотрят мультики с вот этим омнямом. Это просто ужас. Она его так любит, ей прям так нравится. Я скачала на телефон игру, и там в начале, как он, знаете, его можно погладить, там он крутится, вертится. Когда она не хочет там спать, ложиться или что-либо там делать, например, лекарство нужно принимать. Я озвучиваю этого омняма, как будто он с ней разговаривает, и она готова ради этого омняма на всё. Ребят, вот этот омням 650 рублей стоит. Просто за два куска пластика. Разрекламированных, разбрендированных. В общем, я сейчас хочу Даше его подарить, она прям так любит. Ну, думаю, счастье ребёнка дороже этих всех 600 рублей. В общем, сейчас Дашеньке вручу. Омням к тебе приехал, да? А ну-ка, давай, открывай. По-моему, он ещё так игрушки никогда не радует. Омням! Смотри! Самый настоящий омням! Ну-ка, тебе дай поесть яйцо. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Ом-ка, вкусно! Запекла голень в духовке, и сейчас духовка немножко проветрилась, так сказать. Поставлю печься пирог яблочный. Да, и по поводу детского сада было очень много комментариев, что, может, и не стоит в такой детский садик отдавать Дашеньку. Ой, ребятушки, знаете, я тоже волнуюсь, я тоже переживаю. Но в любом случае у нас сейчас подошла очередь. У нас, в принципе, в Краснодаре, вот у нас в поселке, который прям вот, ну, он как район Краснодара считается, хотя это Адыгея. Здесь школы все переполнены, садики все переполнены. И выбора другого у нас, в принципе, нет. Если будет совсем плохо, конечно же, если там будет прям, ну, не получится, не срастется вот эта дружба у Даши с садиком, то, конечно же, я не буду ее водить. Я буду стараться забирать ее пораньше. Не хочу, чтобы она там проводила много времени. Я с ужасом, конечно, думаю, что если там какой-то конфуз случится, они там что, дети в очередь становятся, когда им, извините, попу помоют. Потому что всего два воспитателя на 60 человек, одна нянечка. Я себе, честно, я представить не могу, как они будут вообще справляться. Но как-то они справляются. Ну, будем смотреть по ребенку. Так, все, пирог я спекла. Сейчас немножко постоит. Буду доставать. О, еще. Не оставай. Вкуснятина. Ну что, есть наготовила, Дашеньку покормила. Сейчас немножечко хочу поработать. Но прежде чем сесть работать, я хочу поделиться с вами кое-чем. Просто, знаете, я в полном восторге. Я не могу об этом молчать. Монтировать видео я начинала на стационарном компьютере. Потом улучшала стационарный компьютер. Потом купила себе ноутбук для того, чтобы можно ездить было в путешествие. Потом в итоге купила себе вот такой телефон и начала монтировать именно видео на телефоне. Я была в восторге, что можно просто ехать в машине, телефон всегда под рукой, сразу смонтировать отснятый материал. Тем не менее, на таком маленьком экранчике все-таки монтировать не совсем удобно. Поэтому я все-таки в итоге вернулась к компьютеру. Когда у меня появилась Дашенька, работа с маленьким ребенком, это, знаете, вот урывками. Появилось свободное время, надо сесть поработать. Тем более, сейчас Даша уже перестала спать днем. Вот уже, наверное, 4 месяца она не спит днем. Может, 3 месяца я немножко. Раньше она у меня днем ложилась спать. У меня было 2 часа свободного времени. Я садилась за монтаж, за обработку фотографий, спокойно работала. То сейчас у меня такой роскоши нет. Ну, скоро Даша в садик пойдет, у меня будет такая роскошь. На монтаж видео у меня не хватает батареи. Поэтому всегда нужно подключать вот эти все провода, розетки, обложиться. И тут хоп, и все. А ребенок уже все хочет маминого внимания. И опять это все надо убирать, потому что оставлять ноутбук вот открытым со всеми вот этими проводами, ну, как бы не очень хорошо. Нужно все-таки это убирать куда-то. А потом опять доставать, а потом опять тебе убирать. Это неудобно. И я приняла такое решение купить себе для монтажа планшет, потому что на нем вообще замечательно работать у рыбками. Просто разблокировал экран и начал монтаж. Ой, Даша позвала, хоп, заблокировал, положил. В общем, ты в любой момент можешь достать этот планшет, на нем монтировать, делать свои дела, выполнять свои задачи. И я вам хочу сказать, что со своей задачей, основной задачей, которую я от него требовала, он выполняет ее на все 100% и даже на 200%. Здесь настолько огромная, вот просто здесь документ, по-моему, как А4 лист, и все документы ты просто спокойно читаешь. Кстати, и здесь же можно и все подписывать. Комонтирую я в программе CapCut, вот, в приложении CapCut. Планшет пришел мне сразу, кстати, в чехле, вот в таком очень удобный чехол, такой приятный. Ставишь планшет, он получается и подставка, и чехол. Если вдруг вас заинтересует, классный планшет. Называется Doge T30 Max. А вот, кому интересно, сразу указаны характеристики. Память у него 512 гигабайт, 20 гигабайт оперативной и 8 плюс 12 гигабайт RAM. Наверное, 8 плюс 12 гигабайт это и есть оперативная. Ну, в общем, вот, кто разбирается, тот поймет. Монтаж видео занимает достаточно много памяти, много ресурсов компьютера, планшета. Но планшет даже не нагревается, не зависает. Я вам хочу сказать, что я могу смонтировать целых два ролика, у меня еще останется батарея. Емкость батареи достаточно большая. Я вам честно скажу, я с этим планшетом уже компьютер даже не хочу включать. Это прям целая пупея. Включить компьютер, сначала это включает бесперебойник. В общем, это такая суета. Тут просто разблокировал и начинаешь работать. А сейчас хочу немножечко сухие факты, ну, характеристики, кому интересно. Толщина 7,9 миллиметров, вес 660 грамм. Здесь экран 4К с диагональю 12,4 дюйма. И еще мне Леша помогал выбирать по характеристикам, чтобы он был мощный процессор, чтобы он классно работал. Но я даже не знала, что у него офигенно крутые динамики. Один, два, три, четыре динамика. И когда ты включаешь звук... В общем, звук чистый, очень громкий. Держишь вот так планшет, этот звук тебя обволакивает, как будто ты находишься внутри этой всей звучащей системы. Четыре динамика со сверхбольшой звуковой полостью, 6CC, окружающие музыкальные эффекты. Android 14, повышенная производительность и стабильность. И процессор, восьмиядерный процессор. Ага, да, все-таки вот, восьмиядерный процессор. Helio G99, плавная работа, низкое энергопотребление, расширяемый. Батарея 10800 микроампер в час и быстрая зарядка 33 ватта, 15 минут зарядки для двух часов просмотра. Так что, ребятушки, берите на заметочку. Я просто не могу об этом не рассказать вам. Я в полном восторге. Ссылочку на этот планшет оставлю в описании, вдруг кому пригодится. В общем, как вы спрашивали, какие характеристики твоего ноутбука для монтажа видео? Зачем мне этот ноутбук для монтажа видео? И еще, что забыла, тут три камеры. Обычная макросъемка, здесь это вспышка. Естественно, фронтальная камера. Я, когда монтирую видео, я перекидываю, у меня такой картридер. Type-C есть выход и обычный вот такой USB. Я перекидываю все файлы через вот эту флешку спокойно. Также у меня есть вот такая флешка, кстати, тоже очень удобная. Вот тоже с таким и таким выходом. Можно с компьютера что-то перекинуть. Так, ребятушки. Кукурузу Максим купил. Молоденькая. Там, кстати, на рынке у нас сейчас кукуруза стоит по 40 рублей за кочерыжку. Такая красотка. Слушай, ну можно было... Там была, в общем, по 20 рублей такая более взрослая кукуруза, такая более жесткая. И помоложе была за 40 рублей. Ну я говорю, возьми по 40. Ну я сейчас смотрю. Я по фотографиям смотрела. Такая она прям беленькая. О, надо не влезать. Надо пополам ломать. Я, кстати, знаю из вот этих волосиков кукурузных делают кукол. Их высушивают и получается там волосы. А из вот этих вот листочков делают типа платье. Вообще прикольно. Вот. И сейчас пока буду чистить кукурузу, хочу вам сообщить новость. Я уже давным-давно не была в Сочи. Последний раз в Сочи была, не будем считать, Лазаревская. Последний раз были в Сочи. Два года назад я была. Вот. И я прям уже думаю, господи, когда же, когда же. И вот наконец-то выпала возможность там всего на пару дней съездить. Недолго, но я не могу упустить эту возможность. Я прям очень хочу на море. Хочу Дашеньку свозить, чтобы она поплавала, оздоровилась. У меня, конечно, работы полно. Я буду еще и там работать. Но не могу отказаться от такой возможности. Так что следующий влог смотрите из Сочи. Сейчас наварю кукурузу. Оно тут разное. Есть прям совсем молоденькое. Есть прям такая... Ну, вот это получше прям будет. 15 минут ее варю. Кстати, вы знали, что можно отравиться кукурузой? Вот если на море покупаешь... Микушка, ну хватит баловаться. Если на море покупаешь кукурузу, она может быть долго у них там хранится. Если туда какие-то ротовирусные бактерии попадут, они могут размножиться и можно неплохо так отравиться. Так. Надо одну оставить. Оно все даже не вмещается в кастрюлю. Ой, пахнет так вкусненько. Девчонки мои. Микушка пришла. Все, у меня зрительный зал наполнен. Ой, одна чешется, другая лижется. Ну вот красота. Я взяла в руки камеру. Стала их снимать. Ага. А не давай сразу позировать. Так. Ну все. Почистила. О, сколько кукурузы и сколько красоты. Сейчас поставлю вариться. Помощница моя тут умывалась. Мася. Мася. Мася, на. Всем привет от Мася. Конечно, будет поездка не, знаете, таких не лайтовых путешествий с маленьким ребенком, когда ты там на расслабончике лежишь на пляжике. Потому что у меня у самой сейчас такой сезон, когда очень много работы, но я не могу отказаться от поездки. Буду как раз вот будем пока ехать туда, вот как раз на планшете, буду в дороге монтировать, работать. Вот я долго думала, стоит брать планшет или нет. Раздумывала, потому что покупка все-таки, знаете. Но я сейчас, после того, как я его приобрела, я поняла, что это не зря. Он меня очень сильно выручает. И вот буду, получается, утром пойдем на пляж, в обед поработаю, вечером можно будет опять идти на пляж. В общем, вот такой вот у нас экстремальный отдых будет. Но, тем не менее, смена обстановки это уже отдых. Не могу отказаться от такой возможности. Обязательно поедем. Я очень давно хотела поехать в Сочи. Я очень рада. Никушка. Все, закипит, 15 минут прокипит и будет готово. Это раньше мы кукурузу варили по 2 часа, по-моему. Была такая. А сейчас называется пандюэль. Она прям быстро варится. Ну, давай. Открываем. Клешиной маме ездили. Она нам вот такой вот презентик. Чаек. Ассорти. Чаек. Ну, наверное, там весь сыпался. Ну, посмотрим. Мы в машине везде. Ой, так аппетитно это все выглядит. Я хочу. Я хотела еще показать, какой там чай. Но я хочу. Тут получается вот этот с апельсином. И вот тут, наверное, должно... О, да, здесь написано. Здесь со вкусом имбиря и апельсина. Вот я прям такое хочу сейчас в жару. Лимонный. Лимонный. Это... Зеленый. Ирл Грей. Это лесные ягоды. Вот это тоже, наверное, будет вкусненький. Да, они все будут интересны. Я так люблю такие ассорти. Я прям обожаю, когда вот так открываешь разные чайи. Можно сразу пробовать. Даша здесь не спочит рисовать. А это что? Это, наверное, с этим. С бергамотом. Ну, ладно. В общем, надо изучать. Тут их... Они немножко поменяют. Помешались. Перемешались. Ну, прикольно. Пишите в комментариях. Вы любите такие чаи, которые открываешь? У тебя целая ассорти. Выбирай под любое настроение любой чай. Вот мне и открыла. Я прям вот такой именно хочу. Или с лимончиком. В жару класс. Но вообще вот этот чай, который апельсин с имбирем, он не больше зимы напоминает. Но в жару он тоже неплохо идёт. А это, наверное, с этим. С красным. Тоже с лимоном. Прикольно. Ну, я такие вообще-то не пью. Химозные чаи я не люблю. А я обожаю. Но мамин попробую. Лишь бы у Тани меньше было. Лишь бы Тане меньше досталось. Ты солнышко будешь рисовать? Да. Вот там смешались краски. Вы ещё старыми рисуете. Вот, Даша, учись солнышке рисовать. Не, не там. Не там, правильно. Нужно сначала кружочек рисуй. Да, папа солнышко нарисовал. Надо сначала кружочек нарисовать. Да. Вот так. Вот молодец. А от него уже лучики. Угу. Да, молодец. Уже похоже. Ну, рисуй. Я пошла посуду мыть. Что, нарисовала? Ух ты. Какое оно. Какое красивое солнышко. Так, другую краску открыть тебе, да? Да. Давай, тебе ещё какую-нибудь открою. Ой, беленькую, зелененькую. Рисуй. Немножко зелёного добавилось в белую. У нас краски уже все посмешаны. А солнышко рисуется только... Слушайте, так хорошо уже солнышко получается рисовать. Солнышко рисуется жёлтеньким цветом. А зелёным можно нарисовать травку. Ты помнишь, как рисовать травку? Вот так, молодец. Вот так. Кстати, смотрите, как себя прекрасно стала чувствовать дома гортензия. Много, конечно, цветочков соцветий засохло на жаре. Но сейчас она прям тут в тени под кондиционером пришла в себя. Всем привет, я Таня, и я из будущего. Я занесла гортензию, она стала приходить в себя. Но мы уже съездили на море. И так гортензия выглядела после того, как мы приехали с моря. По-моему, ей хана. По-моему, она больше не захочет с нами дружить. Когда я приехала, я сразу же полила гортензию. Но листики у неё до этого, если просто были как скрученные, я поливала завязшие. Я поливала, и они сразу так реабилитировались. И цветочки такие реабилитировались. То в этот раз листочки были прям сухие. И мне пришлось обрезать веточки. Конечно, те бутоны, которые были, они бы расцвели. Ну, в смысле, они бы цвели до самых морозов. Интересно, есть вероятность, что она ещё раз зацветёт? Я её прикармливала. В общем, я гортензию спасу. Я её пересажу в новый горшок, более большой. Сделаю грунт специальный, чтобы задерживал влагу. Я гортензию постоянно подкармливаю специальными удобрениями для гортензии. Они любят, по-моему, кислотную почву. В общем, они любят определённый ещё... Они мало того, что любят определённый климат, определённую тенистость, определённое всё. Они ещё любят определённую почву. Открытый грунт сейчас ни в коем случае нельзя пересаживать её. Я думаю, многих я уже достала этой гортензией. Но много людей интересуются садоводством. И им это достаточно интересная информация будет. Пересаживать в открытый грунт гортензию сейчас невероятно опасно. Потому что у нас уже полтора месяца жара и 40 градусов тени. И нет дождей. Были дожди, но это, знаете, капельку, пару капель прокапало. Это даже грибным дождём назвать нельзя. У нас даже... Мы вот уже приехали. Я из будущего, ещё раз повторяюсь. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я из будущего. У нас даже... Мы приехали, у нас даже сирень сбросила листья. У нас раньше хотя бы от сирени какой-то тень, тенёчек был. Там Даша всегда с водой игралась. И, грубо говоря, корни сирени были смочены водичкой. Мы уехали, и сирень тоже сбросила листья, засохла. В общем, у нас засуха, и я не знаю, когда начнутся дожди. Но единственный плюс, мы не откачиваем яму. Ну, септик. Хоть какое-то преимущество. Вот этот момент. В общем, всё, ребятушки, собираю чемоданы. Всем всего доброго, всего хорошего. Я вас всех люблю. Ой, давно я такая счастливая не была. Очень хочется на море. Именно в Сочи. Я обожаю Сочи. Всего доброго. Сочи.